На совещании, которое проводил губернатор Московской области Анатолий Ильич Воробьев, во вторник поднимался вопрос о состоянии дел и модернизации вызова на территории Московской области. Поэтому я решил, что сегодня мы этот вопрос заслуживаем. По информации, озвученной на оперативном совещании, количество жалоб на качество воды по сравнению с 2017 годом уменьшилось с 25 до 1 или 2 в месяц. Успех связывают с работой по реконструкции водозаборных узлов, которые продолжаются уже несколько лет на территории нашего округа. Так, в ближайшие три года будет выполнен капитальный ремонт еще трех ВЗУ, которые обслуживают порядка 33 тысяч жителей. И не только это. Помимо водозаборных узлов, выполняется модернизация систем водоотведения. Так, 24 мая этого года была опубликована конкурсная документация по реализации коммерции Соколовской, стоимостью 729 миллионов рублей со сроком реализации на три года. По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации Аркадия Собедникова, после реконструкции всех водозаборных узлов начнется работа по замене труб от ВЗУ до домов жителей. А вот трубы в самих домах обязаны поменять управляющие компании, о работе которых также доложили на совещании. Тема ЖКХ, в каком бы аспекте мы с ней не сталкивались, все равно в итоге сводится к управляющей компании. Потому что это как раз то звено, которое и является связующим между и администрацией, и жителями. И, собственно говоря, это то звено, которое выполняет и осуществляет функцию управления многоквартирными домами. 6 июля по поручению вице-губернатора Московской области пройдет акция «Школа ЖКХ нашего двора» с целью обеспечить всестороннюю информированность населения о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заявку на участие подали 17 управляющих компаний из 37. Обсудили ремонт подъездов. Так, 4 компании к нему еще не приступали. Я предлагаю все-таки «Школа ЖКХ» на следующей неделе наслужить тех, кто расстрелит вниз и не оказывает должного уровня. Еще один вопрос совещания. В следующем году состоится всероссийская перепись населения, которая проводится раз в 10 лет. Главным новшеством стала возможность пройти процедуру через портал госуслуг. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.